Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Если вы впервые, то не забывайте подписываться на мой канал. У меня много интересных роликов. Я думаю, вы что-то найдете для себя интересного, поэтому не забывайте подписываться на канал, на инстаграм. Там тоже происходит много всего интересного. Ну и сегодняшнее видео. Так уж получилось, что все мои, так сказать, последние ролики, это один перетекающий плавно из другого. Это ролики, сравнения каких-то моих мыслей. И здесь также это одновеяно, так сказать, комментариями, вопросами. Сегодняшний ролик будет о том, что же выбрать большой город в Испании или его пригород, какой-то небольшой городок. На самом деле, под небольшим городком я буду скорее подразумевать действительно небольшие городки. Они, на самом деле, очень разные, но не совсем прям деревни, так сказать, на удалении, какие-то маленькие поэбло. Это, ну, будут, даже не знаю, численность. На самом деле, есть небольшие совсем городки с тысячей человек населения, но они будут такие же равноценные, как, допустим, где 15 тысяч или 20 тысяч живет. Вот здесь очень тяжело сравнивать, на самом деле, надо именно смотреть место, но вот так вот в целом какие-то моменты именно я хочу рассказать о более-менее, так сказать, крупных городках. Ну, наверное, что-то среднее, это 40-15 тысяч, может быть, больше, может быть, чуть меньше. В общем, в принципе, я думаю, по ходу будет вам понятно, вот, потому что мы, как вы знаете, жили в большом городе, мы жили в Валенсии, это третий крупный город Испании. На самом деле, она действительно, ну, если смотря с чем сравнивать, на самом деле, она, конечно, большая, но смотря с чем сравнивать. Вот, сейчас мы живем в маленьком городке, в нем 15 тысяч населения, и, на самом деле, он сравним с районом, в котором мы жили в Валенсии, там тоже жило 16 тысяч человек, и, как бы, на самом деле, что вот район города, что вот наш сейчас маленький городок, примерно они одинаковые. Но все же различия, конечно, наверное, отчасти есть, поэтому сейчас я вам о них расскажу. Ну, большой-маленький город, конечно, если вы свободны, если вы не обременены там какими-то, я не знаю, мыслями, моментами, семьей той же, и вы любите большой город, вы любите движение, вы любите ночную жизнь, как бы, вот это вот все, конечно же, а, ну, еще не самый такой маловажный момент, это, конечно, деньги, но это, наверное, вполне будет решаемо со временем, если, в принципе, вы свободны, вот, то тогда, конечно же, это большой город, это там, где дух свободы, где вся эта жизнь кипит, где много людей, то, конечно же, это большие города. В Испании их тоже предостаточно, они также на любой цвет, вкус, и, на самом деле, они очень разные, мы были во многих из них, на самом деле, конечно, они все абсолютно разные, и, ну, самые большие города, это, конечно, такие уже европейские города, не прямо сказать, что это вот Испания, испанский дух, это все-таки уже более такие города современные, где иностранцу будет себя чувствовать вполне себе комфортно, потому что, ну, они более-менее уже такие стандартные, в которые, в принципе, можно жить, и они комфортны для проживания, поэтому здесь, конечно, выбор уже именно непосредственно, если выбирать какой-то город, это уже надо смотреть на конкретный город и ваши, так сказать, предпочтения. Ну, а для тех, кто любит тихую, спокойную жизнь, или это очень часто, кстати, допустим, те же пригороды или небольшие городки, выбирают люди, которые, допустим, по финансам ограничены, но, на самом деле, я хочу сказать, что пригород, меньше город, это на самом деле не значит, что хуже. И иногда это даже намного лучше. Это очень отличается от нашего понимания пригородов, маленьких городов, например, в России, вот, может, я как бы за все не могу сказать, но именно в России, на самом деле, это очень сильно отличается от того нашего представления и жизни, допустим, пригороды там и пригороды в Испании. Ну, в общем-то, для тех, кто выбирает тихую, спокойную жизнь, но переживает за некоторые моменты, сейчас я вам расскажу, что переживать особо-то и не нельзя. Самый, наверное, первый такой момент, это если вы будете жить в маленьком городе, в пригороде, это не значит, что вы будете жить в месте, где три дома, один какой-то сельский магазин и школа в трех, там, пяти километрах. На самом деле, это не так обычно. Обычно небольшой город, он подразумевает всегда школу, там всегда есть школа, обычно как минимум средняя, возможно, старше может не быть, но как минимум средняя школа есть, есть детский сад, есть какая-то своя администрация, обязательно есть супермаркет, но обычно есть все. Даже на самом деле, иногда какие-то крупные супермаркеты, допустим, Карфур, Ашан, какие-то даже торговые центры, они выносятся за пределы больших городов и где-то находятся поближе к маленьким городам, что тоже может сыграть, так надо сказать, на руку, что будет что-то рядом. Школа, школа это, если она находится в таком небольшом городке, это не значит, что она будет хуже, возможно, даже она будет лучше, потому что обычно дети всех-всех знают, учителя всех знают, все друг друга знают, все всегда помогут, все всегда подстрахуют, где-то уделят больше внимания ребенку, если он в этом нуждается. На самом деле, это очень такой момент, который нам, как сейчас проживающим в маленьком городке, очень нравится, что люди, на самом деле, ты всех знаешь в лицо, и там как бы нет таких каких-то моментов, да, в первое время, возможно, на вас посмотрят, скажут, новенькие, сразу видно новые лица, но когда вы вливаетесь, вы также становитесь здесь своими, и вас воспринимают также за своих, и нет никаких там моментов, смущающих вас. А следующий момент, это, наверное, транспорт. Обычно в Испании, я уже не раз об этом говорила, очень хорошо развит транспорт. Обычно все пригороды связаны с крупными городами электричками, автобусами, туда вообще можно без проблем добраться. Даже, наверное, если на работу мотаться, это, конечно, можно. Иногда даже это бывает быстрее, чем передвигаться по городу. Могу привести пример, мы когда жили в Валенсии, мы добирались в центр, это буквально вообще недалеко, но из-за того, что мы ехали с пересадками, у нас уходил целый час на это, потому что пока ты доедешь до одной станции, пока ты дождешь, пока перейдешь, передоедешь, в общем, там были свои тоже нюансы, иногда на прямом вот так вот до центра доехать даже проще. Если же вы на месте, и вам особо никуда ездить не надо, это также экономит средства, потому что вам не нужно ездить, все рядом, до всего можно дойти пешком, это вообще очень даже неплохо. Также еще момент, связанный с детьми, это то, что в кружке, на самом деле считается, что как бы возможности там как-то мало или еще как-то. На самом деле, да, в большом городе их может быть выбор больше, но это за счет того, что там какие-то частные, еще какие-то моменты, но обычно в испанских небольших городках есть набор такой, так сказать, стандартный, это какие-то спортивные секции, они обычно обязательно будут. Тут очень часто в городе есть бассейны, вот эти вот все спортивные кружки, кружки по рисованию, обязательно будет музыкальная школа, мне кажется, это вот, наверное, топ-3, где есть в каждом испанском городке, это спортивные кружки, музыкальная школа и художественная школа. Обычно как бы с этим вообще нет проблем. Следующий момент, что скорее всего, если вы будете жить в маленьком городке, у вас будет своя администрация, что тоже могу сказать вам очень большой плюс, потому что, когда вы привязаны к большой, это очереди, это записи, это постоянно какие-то моменты, которые требуют времени. А когда ты живешь в маленьком городке, ты пришел, допустим, прописаться тебе на этот раз, и прописался, ты захотел какой-то момент уточнить, ты пришел, просто спросил, тебе не надо там записываться, еще какие-то моменты уточнять, куда-то ехать, добираться. Обычно это вот в центре города находится, ты вышел прогуляться, если тебе надо, зашел и уточнил все вопросы. Обычно также есть всегда почти, иногда, конечно, мы видели, что нет, но обычно хоть какой-нибудь, но есть отделение банка, если нужно, там обычно банкомат какой-то есть, если что-то надо платить, и даже если нет отделения, будет всегда автомат, всегда можно будет оплатить, но обычно хотя бы там одно-два каких-то отделений крупных банков, оно всегда есть, также всегда можно оплатить, всегда можно обратиться, без этого вы как бы не останетесь. Следующий момент также есть кафе, бары, есть рестораны. Обычно это вот как бы все на местном уровне, это обычно ты уже будешь знать хозяина, будешь туда ходить. Иногда бывает по Испании такая, наверное, там фишка в чем-то, и есть ресторанчики местные, которые, допустим, туристически привлекают людей, допустим, чем-то он выделяется, и к нему там по записи можно записаться, чтобы его посетить, тоже есть такие какие-то фишки, есть какие-то свои моменты, чем славится этот маленький городок, какие-то там длинные фигуры, керамика, стеклодумные всякие моменты, очень это, в общем, тоже как бы развиты, какие-то маленькие городки со своим колоритом пытаются этим выделиться, что тоже как бы привлекает, допустим, туристов. Ну и, наверное, тоже не самый маловажный момент, это, конечно же, природа, потому что если вы обычно маленький город, по краям, везде у вас будет природа, вы вышли из города и буквально попадаете в эту природу. Это обычно тишина, малое количество машин, воздух и, конечно же, какой-то местный дух, который чувствуется в маленьких городках. И я очень часто тоже это раньше говорила, что когда мы еще жили в Валенсии, если вы хотите понять Испанию, едьте в маленькие городки, на самом деле, вот именно там ощущается, в каждом, конечно, отдельно, но там ощущается именно вот этот дух Испании, этот дух этого городка. И они все не похожи друг на друга, но они на самом деле все, ну, каждый по-своему прекрасен. Это очень здорово, это очень нравится нам. Вы можете, в общем-то, гулять в любом направлении, практически гулять. Если вот будет велосипед, вы можете там, до соседних городков кататься, много ездить, много путешествовать. На самом деле это тоже отличнейшая такая возможность, которая, допустим, в большом городе она тоже присутствует, но обычно там велосипеды используются, чтобы из пункта А добраться в пункт Б. Там больше свои, конечно, движухи, что куда-то надо ехать, если куда-то нужно добраться, это достаточно, в общем-то, надо преодолевать расстояние, еще какие-то моменты. Но это на самом деле на любителя, тут нету хорошего или плохого. Большие города прекрасны по-своему, маленькие города прекрасны по-своему. Тут то зависит от того, что ищет человек, то, что ему близко, то, что ему нравится. На самом деле все мы разные, все мы уникальны, и тут каждый выберет свое. Но моя такая была большая мысль донести о том, что испанский пригород, испанские маленькие городки, они разные, они не похожи друг на друга, в большинстве случаев они не похожи даже на то, что мы имеем в своем представлении, приезжая, допустим, из России. Это разные вещи, и это надо прижать и смотреть. Поэтому, если вы интересуетесь этим всем, то у меня будет под видео ссылка на канал моего мужа, на его данные. Он занимается подбором недвижимости, продажей недвижимости, если вам интересно, заглядывайте в описание. И, в общем-то, вот и все. Спасибо, что посмотрели. Не забывайте подписываться на мой канал, на инстаграм, и увидимся в следующем видео. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok